Жизнь над пропастью. Из-за бездеятельности чиновников жители села Шипаровцы на Прикарпатии могут остаться не только без крыши над головой, но и без земли под ногами. Причина сильные оползни в районе реки Прут. Все подробности расскажут мои коллеги. Десятиметровая пропасть, за ней огромный пустырь. Такой вид из своего окна Галина Анишкевич наблюдает в течение нескольких лет. Хотя не так давно, говорит женщина, на этом месте росли деревья, даже проходила дорога. Берег реки Прут начала вваливаться еще в 2010-м, после очередного наводнения. Я думала, что инфаги станут за 30 метров, если я в них забрал, то я вам даже не могу объяснить, как мне страшно стало. А если до 30 за ниж, а кто знает, что может быть завтра. А если дождь идет, то мы уже переживаем, потому что мы не знаем, что ждать. Над обрывом в воздухе повисла газовая труба. Люди опасаются, в любой момент она может упасть под угрозой дома самих селян. От них до обрыва меньше 50 метров. Вчера там еще были кучи наверху, от них уже не в кучи, уже пошли в долину, уже сисипало. Ну, не само по себе, это же пещина с долины, муляк, то все, там сисипли, что ну. Жители Шипаровцев не единственные, кто сегодня в шаге от пропасти. Такая же ситуация еще в 10 селах. Причина везде одна – массовый вывоз гравия с берегов реки. Вот этот пятачок, там, где мы видим, тут же постоянно выбирался шутер. В итоге понижается, ну, как бы русло они понижают, и они сами уровень земли понижают. Поэтому тут, как бы, при любом повине, оно все затопляет, и вода стоит. Об оползнях в сельсовете знают, но решить проблему сами не могут. Говорят, не хватает денег. Весь бюджет села – 350 тысяч гривен. Несколько лет назад областное управление водных ресурсов уже занималось укреплением берега. Результатов не видно, зато потратили больше миллиона. Обещали возобновить работы, но два года тоже не могут найти финансирование. Вартность проекта складает на данный час близко полтора миллиона. Кошты, которые могут быть выделены, это кошты областного экологического фонда. И мы уже подавали запад на этот проект, проект уже готов, подавали запад на выделение костей, но решения пока еще нет. И когда будет, чиновники не знают. Ведь за последние три года из госбюджета на подобные работы вообще не выделяли денег. В нынешнем году профильное управление получило всего 8 миллионов из областной сметы, хотя просили больше 140 миллионов гривен. Поэтому тем, кто оказался в опасной зоне, приходится самостоятельно решать проблему. Помогают и местные предприниматели. Они свозят к обрыву строительный мусор, чтобы укрепить берег. Уже разгрузили больше 300 самосвалов. Елена Митяцева, Жанна Дучак, Зиновьев, Автоназ. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова